Международный проект «Мультикомфортный дом из Авер в Беларуси» проводился впервые, а потому специалисты называют его уникальным событием. Также уникален и тот факт, что объектом задания для всех участников стал наш город Брест. Если быть более точными, энергоэффективная комплексная застройка жилого квартала «Красный двор». Над проектом работали участники из 23 стран. 54 видения города над Богом в ближайшем будущем. Видение креативное, необычное, но с учетом наших белорусских взглядов и традиций. Почему площадкой был выбран Брест? Мы предложили интересную инновационную идею застройки не отдельных домов, а целых жилых районов по принципам мультикомфортного проектирования. И вот именно, наверное, этот подход, подход средовой, подход градостроительный заинтересовал и организаторов конкурса. И вот то количество идей, которые сегодня здесь представлены, это результат. И я вполне доволен, что у нас есть такое большое разнообразие проектов, из которых можно выбирать, и на основании которых можно сегодня и составлять задания на проектирование для уже реальных проектов. Они готовились практически год. Все команды смотрели, гуглили, думали, как вписаться в Брестскую архитектуру, дать какие-то новые идеи, как учитывать ландшафт, природные ресурсы. То есть вот все-все, опять же, нюансы, которые необходимы при проектировании такого дома. И было много очень брестских команд с Брестского университета. Беларусь, представленная Брестским университетом, выглядела очень достойно, очень на высоком уровне. Каждый проект индивидуален, нет повторов и шаблонов, но это не дома или кварталы на уровне фэнтези. Это реально можно проектировать, строить. И самое главное, это мультикомфортные дома, то есть дома, которые в процессе эксплуатации обеспечивают разумный расход энергоресурсов, создают здоровый микроклимат для своих обитателей при минимальном воздействии на окружающую среду. Молодежь, у них урбанистический подход, знаете, космополиты они уже, наверное. Они мысли совершенно по-другому. У них очень, с одной стороны, интересные новые подходы, с другой стороны, очень инновационные и в то же время экологичные. То есть вот молодежь, очень сочетание, новые архитектуры, экономия ресурсов. И вот однозначно, если можно так выразиться, тренд у молодежи теперешней и у Брески особенно, то есть сохранение ресурсов. Желающих увидеть проект и услышать об их плюсах на конференции было достаточно много. Главные ценители и критики – представители местной вертикали власти. Их глаз намет, они четко определяют, какой проект уже сегодня можно взять на заметку. Идеи, конечно, красивые. Особенно понравилась первая линия застройки, вот Варшавское шоссе. Мы вот пока бьемся, бьемся, чтобы выбрать концепцию самой застройки. Что мы хотим видеть на въезде в страну и в город. То есть получается Юго-Запад первый, второй, третий, четвертый вдоль Варшавки. Ну тут интересно, довольно-таки. Применимо? А чего бы нет, применимо. Мы же эту первую линию хотим отдать под застройку, продать с аукциона. Поэтому, можно сказать, молодежь задает планку, к чему стремится. На конференции шел разговор о мировых тенденциях к современных подходах к проектированию городской среды. Участники узнали о проектах, где уже применены технологии мультикомфортности. Брест не отстает от мировых тенденций. Активно прорабатывается вопрос строительства энергоэффективного жилого квартала на Березовке. Продолжение следует...